Эти неприятности были, наш император отчитался, что как замечательно, как хорошо, бесплатно дали, значит, квартиры ветеранам, то есть все, они и отделаны плохо, и там теплоснабжение было ужасно, мы поздравляли там одну женщину, и там ужасное было положение. И вот те дома, которые там находятся по индивидуальному отоплению, вот вопрос сейчас стоит о том, что не получается ли дважды, если там есть свой узел учета теплоснабжения, то есть теплоузел, то есть вы подаете воду горячую по трубам, этот теплоноситель, он нагревается за счет воды той, которую вы подаете, горячую на входе, так? Смотрите, мы даем теплоноситель, как готовится горячая вода, она готовится из воды, полученной из водоканала, и теплоноситель, который мы подаем горячий, этот теплоноситель подогревает вашу холодную воду, дальше, когда вода превращается в горячую, и поступает к потребителю. Так получается, человек платит за кубы какой воды, холодной или горячей? Получается, что гектокалории, считается тепло по гектокалориям, а подача теплого, а вода горячая, которая нагревается за счет теплоносителя, который находится в доме, это теплоноситель, собственность является собственником этих уже, или как там это считается, да, ИТП. То получается, что дважды тогда человек платит за горячую воду. Там есть формула, у нас есть абонентский отдел, который занимается в фрошюре физическим медицином, там есть формула, которая переводит из гектокалорий в кубы переводит. Вот эти кубы начисляют. Вот вы знаете, в РКЦ не знают этой формулы. А в РКЦ какой? МОП РКЦ? Киселев. Киселев? А, это Ерцин номер один. И вот вы понимаете, на правом берегу такая проблема, и в нашем доме 24, например, Дмитриево 24, мы не можем разобраться, платить нам за воду или нет. И по всем домам у нас, и вот на общину приходят, люди все возмущаются, мы не можем объяснить, как правильно, вот хотели бы мы увидеть эту формулу, как правильно платить. Чтобы не получилось, что мы и платим за тепло раз, и этим же теплом за какие-то калории еще, и подогревается вода, мы еще за кубы горячей воды платим. Получается, что дважды как бы. Правильно? Если вы подаете воду, вы же подаете воду на тепло, на горячее, на подачу тепла. Но у вас в квитанции что написано? В квитанции не написано за гектокалории, за тепло по гектокалориям, а за воду горячую по кубам. А как, ну а как правильно, если сам, есть в доме новая система, это новая система, не как в те дома на правом берегу, там же переделали все, помните, она была как, все купались этой водой, она была открытая водоснабжение. Горячее ее переделали. А вот теперь несколько домов там остались, и вот без конца идут жалобы, что люди платят дважды. Получается, что это гектокалории по теплу, и что за горячую воду платят еще второй раз, хотя она у них нагревается, и с теплоносителем. Я хочу сказать, что у нас в квитанции написано, что теплоноситель идет на отопление, у нас там написано, что теплоноситель идет на отопление, и теплоноситель, который идет на приготовление горячей воды. Все, у нас вот такие две строчки идут. А до подарива горячая вода, она рассчитывается из счетчика, который показал высокопотребление горячей воды, они переводятся из кубов в геккалории. Поэтому мы кубы не начисляем. Ну, я говорю про свое. А вы сами рассчитываете, если вам дает РКЦ расчеты? Нет, у нас есть свой абонентский отдел по работе с физическими лицами, у которых есть все формулы, есть данные, все по счетчикам, все нам передают, и мы рассчитываем. Если счетчиков нет, то по нормативу тогда. Я говорю, более конкретную вам информацию даст этот отдел, который работает с физическими лицами. Ну, понятно. И сколько домов уже на правом берегу? Нам очень интересно, мы все ждем результат работы вашей на правом берегу, потому что у нас очень неудовлетворительно работают управляющие компании. И мы, собственно, большие возлагаем надежды на теплосеть. Но что это нам даст? МУП. МУП это что? Это опять будет как раньше, все эти деньги будут в общий котел, и опять что мы от того будем иметь? Нет, деньги, конечно, целевые как-то будут в общий котел. Идет целевые деньги. Ваши деньги пришли на ремонт, и они одна отдал. МУП это же город? Нет. Ну, вы деньги сдаете, у вас отдельный есть счет, получается, вы деньги сдаете на ремонт, а они одни. Деньги на воду, мы на каналы их отдаем. Деньги идут на тепло, ну, получается, как бы, ну, сами себе должны отдать. И деньги идут на обслуживание лифтов, ну, с ТБО так же. Но все эти деньги по полочкам должны быть разложены. Они не то, что в общий котел, колокольная теплосеть занимаются, снабжение теплом, и управляющая компания здесь такого не должно. Деньги целевые же. КОНЕЦ Продолжение следует...